Сюрпризы это хорошо, но только не зимой. Поэтому до выезда надо все проверить и протестировать. В данный момент самая холодная ночь в палатке у меня была где-то при минус пяти, а подготовиться нужно к минус двадцати. Я еду в самые близкие для себя горы, в Краконоши, которые находятся посередине между Польшей и Чехией. Конечно, по сравнению с Альпами, Краконоши это просто холмы. Самая высокая гора, Снежка, 1603 метра. Я планирую подниматься до 1200 метров. Свой маршрут я начну из Турного, где уже хорошие холмы, переходящие постепенно в горы. Моя дорога будет с таким постоянным подъемом. Я должен буду подняться с где-то 250 метров над уровнем моря до 1,2 километра. Я доберусь до Горахова, заночу в лесу в палатке, не решил еще на какой территории, на Чешской или на Польской. И потом несколько дней в качестве тренировки покатаюсь по горам, чтобы выяснить для себя все нюансы. Зима в этом году не задалась. Несмотря на легкий морозец, снег до сих пор не выпал. По прогнозу, в первый день не будет светить солнце, а дальше температура падает и горы должно забросать снегом. Надеюсь, что так и будет. В этом случае я смогу покататься в разных условиях. От мягкой итальянской зимы до холодного климата гор. Сначала все пошло как по маслу. Я проехал первый 10 километров. Цветит солнышко. Температура такая. Около 1 градуса тепла. Приятно. Ни жарко, ни холодно. На серпантинке на повороте был просто лед. Я затормозил. Оба колеса просто поползли в сторону. Я спрыгнул с велосипеда, но не устоял на ногах и проехал на заднице. Порвал куртку, немного пошкарябал сумку. Но в целом, это все потери. Идея заменить контактные педали была очень хороша. Но, как видно, и это меня не спасло. На спуске ветер пронизывает насквозь. И куртка, которая казалась непродуваемой, она твердеет и превращается в такую пластмассовую. А еще после падения добавился такой страх. Это мокрый асфальт или уже лед? Я постоянно подтормаживал, проверял покрытие. К вечеру, особенно когда вот после заката похолодало, у меня очень сильно стали подмерзать ноги. Прямо пальцы, особенно на спусках. Когда летишь, аж думаешь, когда ты закончишься этот спуск. Там прямые участки, где разгоняешься километров до сорока. Больше стремно, потому что вдруг дорога скользкая. А потом я одел шерстяные носки. Скажу так, никакие супер-купер термо-носки не заменят старые, надежные, добрые, проверенные бабушкой вязанные шерстяные. Как говорил Суворов, держи голову в холоде, а ноги в тепле. И голова там мерзнет тоже, блин. Буду ехать так. Я понял главное. Зимой гораздо приятнее карабкаться наверх, чем спускаться вниз. Приходится умышленно снижать темп езды, потому что едешь наверх, потеешь. И потом пробирает просто насквозь. Судя по карте, я сейчас на высоте где-то 1100 метров. На улице убедительное минус 10. В общем, хорошо. Самое время что-нибудь поесть. Обычно я в дороге готовлю рис или кашу, но учитывая холодные условия, я решил ограничиться консервами. Быстро и сытно. А главное, не надо мыть посуду. В горелке сломалась пьеза, и она теперь сама не сжигается ни в какую. Хорошо, что у меня есть свечки. Вообще я понял, что в дорогу нужно всего брать по два с запасом. Потому что может перестать работать фонарь, а учитывая, что в 4 часа солнце заходит, начинается ночь. А вроде как еще середина своего привычного дня. И хотелось бы хотя бы часов до 6 поехать. Так, ну что, пора есть. Я бы сказал, зачетно. Пусть я буду хрюшей. Зато сытой хрюшей. Вообще уже хочется приехать. Еще час еду. И потом ищу место для ночевки. Счастье есть. Поднялся ветер. Но у меня вроде тихая. В такой низинке возле ручья. С палаткой самая большая сложность была найти место для ее постановки. Потому что здесь все в таких камнях, в неровностях. И в итоге или спать вот так вот, под углом. Или искать. Я понимаю, что в Альпах мне каждый вечер нужно будет в темноте искать место под палатку. В незнакомой местности. Завтра еще кататься. Спокойной ночи, малыши. Ночью я несколько раз просыпался. Я замерзал. Нет. Палатка, спальник, все в порядке. Одежда. Я взял с собой надувную пенку. Из плюсов таких пенок можно назвать то, что они реально мягче. На них лежать удобнее. Они компактнее. То есть, вот она в два раза меньше занимает ровно место, чем обычная пенка. Как только надувная пенка хоть чуть-чуть сдувается, промерзшая земля сразу напоминает о том, где какой орган расположен и что он в данный момент хочет. Выбираю надежность и свою безопасность. Поэтому скажу такой пенке... Нет. Кстати, прогноз погоды не обманул. Утром налетели тучи и склоны забросало снегом. Подведу итог. Велосипед выдержал. Единственное, я еще проверю, возможно поменяю задние колодки. На длительных спусках они как-то очень странный звук издавали. Вела одежда прекрасна на подъемах, но ее не хватает. На спусках замерзаешь. Поэтому мне придется взять еще с собой для надежности лыжную куртку и лыжные штаны. Непродуваемые куртки зимой полная еруда. Потому что они на спусках твердеют и, по-моему, в них еще холоднее, чем без. Перчатки, даже теплые, со своей задачей не справляются. Под них нужно пододевать еще обычные такие тоненькие. Вместо надувной пенки мне нужно купить плотную, сантиметров полтора толщиной обычную пенку, которая сто процентов не сдуется ночью. В остальном, думаю, что температура минус 15 будет для меня комфортной. Минус 20 приемлемый. А если будет минус 25, мне придется надеть все, что у меня есть. Продолжение следует...